МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы Уикенд-Навигатор. Программа, в которой мы рассказываем, как интересно и весело, а главное, с пользой провести грядущие выходные. Этот выпуск планируем сделать тематическим и посвятить его культурно-просветительской части жизни нашего города, ну и, конечно, нашей с вами. И напомнить жителям областного центра и гостям города, какие у нас есть музеи, благо их много, и открыты в них десятки выставок, на которых можно насладиться не только произведениями классического искусства, но и современного. Также расскажем, на каких выставках работы можно приобрести, а какие можно не только посмотреть, но и потрогать. Обязательно расскажем, что представлено в афише «Театральный», на какие постановки сходить обязательно, а также расскажем, какие новинки для нас приготовили отечественные и зарубежные киноделы. Если вы готовы слушать и запоминать, давайте начнем. В музейном выставочном центре можно посетить выставку-продажу авторских работ Петра Сургучева. Собственно, на выставке представлено как пейзажная светопись, так скажем, и некоторые другие сюжеты из повседневной нашей жизни. Собственно, приобрести эти работы можно будет в сувенирной лавке музейного выставочного центра в рамках режима работы. На выставке светописи представлены фотографии. Именно автор и называет это именно светописью, поскольку его работы очень похожи, и их можно называть как фотоживопись. На эти выходные обязательно запланируйте поход в театр. На сцене Ивановского драматического в воскресенье 3 февраля в 17.30 пройдет комедия в двух действиях «Блэс». Эта история для взрослой аудитории, рассчитана она на зрителей от 16 лет. В центре истории окажется бедный художник, который волею судеб вовлечен в череду увлекательных событий. Будет и любовная линия, и душевное переживание, естественно, неожиданный финал. Спешите за билетами, будет очень интересно. Увидеть то, что недоступно обывателю. Такую задачу ставила перед собой художник Людмила Август. Она приготовила для ивановцев 17 работ. Ярких и тактильных. На картинах необычные места планеты. Те, что занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждая работа выпуклая и будто живая. Полотно можно потрогать и раствориться в ярких красках. Ну, вдохновили, конечно же, путешествия. Вот. То есть художнику обязательно нужно путешествовать, смотреть что-то новое, интересное. И тогда внутри тебя есть какая-то энергия, которую очень хочется поделиться. Также есть картины из МДФ. То есть они с помощью специального оборудования были вырезаны. Я это делала, заготовку в программе тоже специальной. Вот. И там идут определенные грунты, определенные краски, потали. И также тоже использовала масло. В февраль месяц открывается у нас четвертого числа концертом, который называется ЮНЕЕ ДАРОВАНИЕ. Концерт проходит в рамках абонемента «Музыка детям». И в этом конкретном концерте будет выступать наш малосимфонический оркестр с детьми, учащимися в Московской среднеспециальной музыкальной школе имени Гнесиных. Двери для посетителей открывает и кабинет мецената Бурылина. В музейно-выставочном центре можно увидеть огромную коллекцию монет, которые кропотливо собирал меценат. Экспозиция «Экзотическая нумизматика» удивит даже самого взыскательного и искушенного зрителя. Для посетителей в выходные дни организованы экскурсии с гидом. Основа экспозиции – это уникальная нумизматическая коллекция из фондов музея. На этой выставке представлены образцы денежных знаков различных стран и различных временных эпох. Посетителей удивит многообразие форм и вариативности материалов, из которых изготовлены эти денежные знаки. И хочется отметить, что уникальными являются не только отдельные предметы, но и коллекции в целом. Выходные на больших экранах можно посмотреть патриотическое кино. Лента «Спасти Ленинград» рассказывает о событиях тяжелого 41-го. Юные влюбленные Костя и Настя волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывести людей из блокадного Ленинграда. Судно попадает в шторм и терпит бедствия. На месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты. История, основанная на реальных событиях, воплощена режиссером Алексеем Козловым. История, основанная на реальных событиях, воплощена режиссером Алексеем Козловым. Их некому спасать. Еще о нескольких спортивных и культурных мероприятиях расскажем буквально одной строкой. С 1 февраля в художественном музее, что расположен на проспекте Ленина, 33, будет открыта выставка живописных работ художника Бориса Павлова. Автор подтвердит нам идею о том, что даже в самом обыденном и будничном пейзаже можно найти источники для вдохновения. Красота и искусство – вот что действительно спасет мир. Обязательно посетите эту выставку. Также обязательно нужно сходить на концерты фестиваля «Рок февраль». Он будет проходить в течение всего месяца. Старт концертов 2 числа. Программа очень насыщенная и плотная. Номинаций очень много. Каждый найдет для себя что-нибудь интересное. Но теперь переходим к спортивным мероприятиям. Их будет тоже достаточно много. 2 числа в деревне Нильцево будет проходить состязание по лыжным гонкам. Стартуют они в 11 утра. Спешите участвовать. Скоро снег растает и зима закончится. Призы будут очень хорошие. Так обещает глава Ивановского района. Кроме того, интересное мероприятие будет проходить в спорткомплексе «Энергия». Там будут проходить состязания по тэквондо на кубок Центрального федерального округа. Приедет множество интересных спортсменов. Множество спортсменов приедет и в физкультурно-оздоровительный комплекс на генерала Хлебникова. Там будут проходить соревнования по художественной гимнастике. Будет множество интересных выступлений. Вот, пожалуй, все, о чем мы успели вам рассказать. Это будут насыщенные выходные. Обязательно увидимся на городских мероприятиях. Субтитры создавал DimaTorzok